Приветствуюсь, братья и сестры! Сегодня хотела открыть, чтобы мы все вместе открыли Евангелие от Матфея, 21 главу, 10 стиха. И когда вошел он в Иерусалим, весь город пришел в движение. И говорили, кто сей? Народ же говорил, это Иисус, пророк из Назарета, Галилейского. И вошел Иисус в храм Божий и выгнал всех продающих, покупающих в краме. И опрокинул столы, менял из камней продающих голубей. И говорила, написано, дом мой, дома молитвы наречется, а вы сделали его вертеком разбойников. И приступили к нему и храмы, и слепы, и он исцелил их. Первосвященники же и книжники, увидев чудеса, которые он сотворил, и детей, исключающих в краме и говорящих о Санну, сыну Давидову, вознегодовали. И сказали ему, слышишь ли, что они говорят? Иисус же говорит им, да. Разве вы никогда не читали из зус младенцев и голубых детей, кто устроил хвалу? И оставив их, вышел из города Вифанию и провел там ночь. Поутру же, возвращаясь в город, проголодался. И увидев при дороге одну смоковницу, подошел к ней, и ничего не найдя на ней, кроме одних листьев, говорит ей, «Да не будет же впредь от тебя плода вовек, и смоковница тотчас засохла». Увидев это, ученики удивились и говорили, как это тотчас засохла смоковница. Но Иисус же сказал им в ответ, истинно говорю вам, если будете иметь веру и не усомнитесь, не только сделайте то, что сделала со смоковницей. И сегодня хотела говорить о том, чтобы наши дела, они были добрыми, чтобы мы приносили добрый плод. Потому что Иисус здесь был в храме, был в Иерусалиме. Люди что-то делали, люди продавали, покупали, они занимались какой-то работой. Но мы здесь видим, что они занимались не тем, что хотел видеть Иисус. Его это разгневало, и здесь мы видим историю про смоковницу, да, что он пошел, и увидев смоковницу, она тотчас засохла. Сейчас я стою напротив смоковницы, это такое большое дерево. Я просто думаю, это оно такое массивное, такое прям с плодами, и плоды сладкие на ней. И вот мое желание сегодня, чтобы мы молились, чтобы наши дела, наши сердца, они были угодны Богу, чтобы мы делали то, что Бог хочет нам, что Бог говорит нам исполнять, чтобы мы это делали. И также откроем Кремлинам 7 главу. Здесь в 7 главе, в 19 стихе написано, Павел пишет, Доброго, которого хочу, не делаю, а злое, которое хочу, делаю. Если же делаю то, чего не хочу, уже не я делаю, но живущий во мне грех. И в 8 главе здесь мы также читаем, Потому что закон Духа жизни во Христе Иисусе освободил меня от закона греха и смерти. Как закон ослабленный плоти был бессилен, то Бог послал Сына Своего в подобие плоти и осудил грех во плоти. 5 стих. Ибо живущий по плоти о плотском помышляет, а живущий по духу о духовном. Помышления плотские смерть, помышления духовная жизнь и мир. Потому что плотские помышления вражда против Бога. Ибо закону Божьему не покоряются, да и не могут. Поэтому живущие по плоти Богу угодить не могут. Но вы не по плоти живете, но по духу. Если только Дух Божий живет в вас. Если же кто Духа Христова не имеет, тот и не его. А если Христос в вас, то тело мертво для греха. Но Дух жив для праведности. Аминь. И мы можем много делать, что, да. Но только Бог видит наше сердце. Только Бог видит наши мысли. И я хочу, чтобы наши мысли, наше сердце, оно было в правильном состоянии пред Богом. Чтобы мы каждый день анализировали свой путь. Правильно ли мы идем? Правильно ли мы делаем? Что мы говорим? И давайте, Церковь, будем молиться за нашу жизнь. Чтобы наша жизнь, она была свята пред Богом. Отец Небесный, Бог мой, я благодарю Тебя, Боже, за все, что Ты даешь нам, Бог мой. Прошу Тебя, Господь, освящай наши пути, Боже мой. Слово Твое, Господь, оно светильник для нас. Чтобы мы, Господь, вникали в Твое Слово, Бог мой. Чтобы мы освящались с Тобою. Чтобы, Господь, Твой Дух Святой поправлял нас. Поправлял наши светильники, Бог мой. Пока есть время, Боже. чтобы мы, Господь, приносили добрый плод в Царство Твое, Отец Небесный, чтобы, Господь, наша жизнь, она была, Господь, примером, Бог мой, чтобы наша жизнь, она была, Господь, сильной в Тебе, чтобы наша жизнь, Бог мой, она, Господь, была светильником, она была светом, Боже, этому миру, Отец Небесный. Господь, Бог мой, Ты, Господь, помоги нам приносить добрый плод в Твое Царство, Боже мой, чтобы, Господь, мы угождали Тебе, не угождали Своей плоти, Господь, Мы угождали Духу, Бог мой, чтобы, Господь, Твой плод был явен, чтобы этот плод был большой, Бог мой, Отец Небесный. Я прошу Тебя, благослови нас, мы нуждаемся в Твоей силе, мы нуждаемся, Господь, в Твоей силе.